Какой вопрос у нас чаще всего мучает, когда мы посещаем страны теплые и разные? Ну, разумеется, почему там жилье стоит дешевле? И почему там не нужно тратить столько денег и вообще задумываться о тепле? Вроде как тепло же на улице. И вас выручают летом кондиционеры, они вас, в принципе, выручат и зимой. Ну, пример Египта. Но когда возвращаемся в Магнитогорск, мы начинаем понимать, что что-то вот проблемки-то у нас с жильем, с капитальным строительством жилья. Потому что электричество, в смысле отопление, простите, выключается в числах 10 мая, а включается она только в октябре. И в итоге наши большие кирпичные либо железобетонные коробки не имеют никакого отопления, только вот все ведет за счет атмосферы. И в результате мы возвращаемся. В начале лета ловим пневмонию, потому что дома холодно. Но выход есть все-таки. Это индивидуальные дома. Такие, как, например, строятся в поселке Нежный. Мало того, что они действительно по сути теплые, так у них еще есть собственное круглогодичное отопление газовое. Ну, а для тех, кого интересуют цифры сухой статистики, скажем. Вот, к примеру, конструкция стены. Это шлакоблок 400 мм. Затем пенополистирол самозатухающий 100 мм. А в качестве отделочного покрытия два варианта. Полимерное покрытие Synergy или виниловый сайдинг. Наружная теплоизоляция является конструктивным элементом здания и представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из плитного утеплителя пенополистирола, закрепленного на поверхности стены с помощью клеевого и механического крепления. Теплотехнические параметры такой конструкции соответствуют условиям по энергосбережению, введенным соответствующим СНИПом от 1 января 2000 года. И толщина примененных материалов соответствует параметрам, определенным теплотехническими расчетами, выполненными проектной организацией. Но теперь материалы. В качестве несущего слоя стены используются всем давно известные и широко используемые в строительстве шлакоблок 30 и 50% пустотности. В качестве утеплителя используются плитополистирольные. Толщиной 100 мм, соответствующие по техническим параметрам стене из кирпича толщиной в 1 метр. Данный материал соответствует также всем гигиеническим нормам, а также требованиям пожарной безопасности. Является самозатухающим с временем самостоятельного горения 2 секунды. Кроме прочего, данный материал характеризуется низким водопоглощением. Будучи плотностью погруженную в воду, его водопоглощение составляет всего 4%. Стыки между плитами герметизируются пенополиуретаном. В качестве защитно-декоративного покрытия используется 1. Полимерное покрытие Synergy, состоящее из приклеенной на полистирол с помощью полимерного клея стеклотканевой полимерной сетки, слоя полимерной фасадной штукатурки и слоя декоративной полимерной штукатурки. Поскольку наружная теплоизоляция здания с тонкой штукатуркой по утеплителю рассматривается как нетрадиционная, основные конструктивные элементы этой системы выполняются только из сертифицированных материалов, предусмотренных проектом. Защитно-декоративное покрытие образует практически герметичный водонепроницаемый слой, надежно защищающий утеплитель от атмосферных воздействий. Срок службы такого покрытия более 20 лет, ну и виниловый сайдинг, который выполняется по металлическому каркасу, расположенному перед утеплителем. Таким образом, между виниловым сайдингом и полистиролом образуется дополнительная воздушная прослойка, которая также является в какой-то мере утеплителем. Итак, время пришло, время пришло строить комфортные и серьезные дома. Мы, как специалисты с высшим образованием, не с ни одни высшим образованием, знаем, как строился вся территория России. Пятиэтажки, которые гниют почему-то летом, потому что сырость в подвалах. Мы знаем толстые железобетонные конструкции, в которых много построено, непонятных проектов, в которых зимой очень холодно. Мы также знаем наши слабые теплофикационные коммуникации города, которые уже произносились, поэтому не выдерживают того давления. Что сейчас грамотнее сделать? И как не наступить на ошибки тех же американцев, которые строят дома месяц-два, которые потом ураганы сдуваются, и те тоже мертвы зимой. Потому что климат у нас разный. Как мы строим поселок Нежный? Мы знаем все технологии, которые, как строят в Америке, также строят социальное жилье для молодых семей. Его можно даже назвать не социальным, но, наверное, все-таки больше временным жильем. Это счетовые дома, которые ставятся. Мы видели, как они производятся, как они строятся. И мы выбрали для себя, не будем говорить, их не минусы, хотя они есть, их много. Мы выбрали для себя типовой подход к домостроению. Мы спроектировали на сегодня шесть типов домов, которые мы строим. И материал, из которого сделан. Шлакоблок, он уже однажды в огне побывал. То есть, ну, по сути своей. То есть, пожароустойчивый материал. Плюс мы знаем, что самый лучший теплоизоляционный материал это все-таки воздух. Поэтому шлакоблок имеет определенную пустотность. Он не промерзает полностью, так же, как и не прогревается. Плюс ко всему, мы еще снаружи сделали дом практически влагонепроницаемым. Мы сделали фундаментные работы, грамотные. Такие в первый раз в жизни увидел. Почему у нас должным образом тепло и прохладно, когда необходимо летом и тепло зимой? Мы выбрали надежность и стали строить дома и шлакоблока, так как он наиболее доступный материал в нашем регионе. И он является, у него очень хорошая несущая способность, так же и теплоудерживающая способность. Так же наша стена сегодня состоит это шлакоблок 400 мм, утеплитель 100 мм и сайдинг, либо декоративная штукатурка. В качестве утеплителя мы выбрали пенополистирол по той причине, что сегодня теплоудерживающие способности этого материала наибольшие из всего предложенного спектра, которое есть на российском рынке. Это одно, но и его устойчивость, то есть гарантия на него дается там на неопределенный срок, можно сказать. Вам, наверное, как и мне, приходится часто путешествовать. И вот мы прохладным летним утром, когда температура, ну в августе месяце, допустим, это уже практически к нулю идет, проезжая, ну допустим, Сыркинку, либо в сторону Челябинска, и мы видим уже трубки. То есть каждый подтапливает свой дом. Здесь как все сделано? Дом очень теплый, и вот даже прошедшая зима, и были у нас большие морозы, показало о том, что температуру в теплоносителях мы ни разу не поднимали выше 60 градусов. То есть батареи в 60 градусов свободно протапливают этот дом. И даже, ну, большой пример, наш руководитель, директор, живет в таком же стандартном доме, его родители живут в стандартном доме здесь же, его сестра живет, мои родители живут. То есть мы, как руководители данного строительства, мы знаем из проживания здесь об этом, и наши родственники все проживают здесь. И за зиму не было никаких нареканий, то есть дома абсолютно теплые. Что касается лета, понятно, что теплый дом, он в свою очередь удерживает, не только тепло, он вообще удерживает микроклимат, держит в доме тот, который создают там люди. То есть и летом, соответственно, вот сейчас мы имеем более 30 градусов температуру, в домах достаточно прохладно. А если вы имеете кондиционер, то необязательно ставить мощный какой-то агрегат, потому что с учетом такой хорошей удерживающей способности дома, минимум энергии затрачивается на поддержание там хорошего микроклимата. А зимой могу ли я спокойно на месяц-два? Ну, надоело, просто холодно. Поехать в тот же Таиланд и приехать в теплый дом, зная о том, что у меня автоматика на должном уровне справляется с этим. Ну, в наших домах установлено котельное оборудование фирмы Бош, Бош и Юнкерс, если быть точным. И каких-то серьезных отказов мы за прошедшую зиму, а у нас отапливалось порядка, более 100 домов, отапливалось, за зиму мы не имели проблем. То есть ни в одном котле автоматика не отказала. То есть можете спокойно оставить. Если даже будет выключено, вдруг будет какой-то перебой с электроэнергией, после того, как электроэнергия включится, котел автоматически сам запустится. Ну, и еще поедем дальше, поедем в сторону МИАСа, поедем в другие города Челябинской области и увидим точно такие же. Это ваши проекты, но там, конечно, мест поменьше, и там нету 12 соток, и там нету таких идеальных дорог. И когда вы проезжаете, что чувствуете? Ну, достаточно много мэров городов Челябинской области приехали к нам по рекомендации агентства ипотечного жилищного кредитования Челябинской области. И приехали именно получить от нас опыт строительства. Они посмотрели наш поселок. Мы им рассказывали о типовом домостроении, рассказывали о комплексной застройке и рассказывали все плюсы такого домостроения. И после того, как они посмотрели наши дома, увидели, что нету никаких лишних площадей, нету переходов, коридоров. То есть все площади, ну, как мы для себя считаем при проектировании нашего дома, мы использовали наиболее эффективно. Они порядка, наверное, четырех муниципальных образований купили у нас наши проекты. И сегодня, если мы едем по Челябинской области, мы видим именно наши дома, даже цветовую гамму они нашу сохранили. Так, сидя в тенечке, потому как на улице плюс 28,5, давайте еще раз порассуждаем о теплотепне поселка Нежный. И вот они, основные составляющие. Это ленточный фундамент, который оборудован теплоизоляционной подушкой. Потом идет стяжка по пенопласту. Вот и тепло. Пожалуйста, земля не промерзнет под вашим голову. Шракоблочная конструкция. Ну, издавна считается одной из самых лучших, потому как существуют поры воздуха даже в широкоблоке, и, соответственно, теплоизоляция у него повыше. Дальше что? Дальше наш любимый всеми пенопласт. И вот такой толщины достаточно, чтобы компенсировать вот такую толщину чистого бетона. Что дальше? Ну, дальше уже внутренняя отделка, и даже обои, которые сейчас винилит, либо это обои по покраску, они тоже плотненькие, и вот оно, тепло. И, разумеется, индивидуальное топление. Ваши современные котлы, которые в автоматическом режиме поддерживают нужную вам температуру. Ну, что дальше? Что дальше? Дальше хотелось бы холода, конечно. Ну, вот вопрос кондиционирования. Это на ваш вкус. Пожалуйста, в индивидуальной комнате можете поставить систему как индивидуального же кондиционирования, так и общую. Что, собственно говоря, вполне позволяет сделать конструкция домов поселка Нежный. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...